Валар Мургулис, друзья! Перед просмотром ролика хочу вам сообщить, что команда фанатов Песни Льда и Огня создала свой квест-рум по мотивам всеми нами любимой вселенной Игры Престолов. Квест-игра создана с особым трепетом к первоисточнику, много внимания было уделено декорациям. И даже Железный Трон по-настоящему железный. Принять участие в игре можно по ссылке в описании. В данном видео, как вы уже догадались из названия, речь пойдет о Доме Грайджоев. Также для лучшего восприятия истории Грайджоев будут освещены некоторые традиции Железнорожденных, такие как проводить вечи для выбора короля или Старый Закон. Грайджои – один из великих домов Семи Королевств. Грайджои правят Железными Островами из своего замка Пайк на одноименном острове. Их девиз – мы не сеем! Глава дома традиционно носит титул лорда-жнеца Пайка. У членов этого дома, как правило, смуглая кожа, черные волосы и темные глаза. Грайджои возводят свой род к легендарному Серому Королю – полумифическому правителю из века героев. Однако верховными лордами островов они стали лишь благодаря Эйгону Завоевателю. Тем не менее, Грайджои остаются горячими приверженцами Старого Закона. Этот дом дал островам немало знаменитых пиратов, мореходов и избранных на вечер королей островов. Грайджои несколько раз поднимали восстание против власти королей Семи Королевств. По ходу развития событий Бейлон Грайджой провозгласил себя королем, и Грайджои стали суверенными монархами Железных Островов. Старый Закон, приверженцами которого являются Грайджои – это неописанный свод традиций и предписаний, существующих на Железных Островах с незапамятных времен века героев. Он описывает уклад жизни, который должны вести железнорожденные. Старый Закон тесно связан с собственной религией островов, верой в утонувшего бога, и жрецы-утопленники всегда стояли на страже древних обычаев. Железные острова – скудная земля, не способная прокормить быстро растущее население. Поэтому идеальным образом мужчины и воина для островитян был не благородный рыцарь, а отважный налетчик, который отправляется в Зеленые Земли и возвращается с добычей. Таргариены, уничтожив континентальное королевство Железнорожденных со столицей в Харенхоле, принудили Железные Острова соблюдать обычаи Семи Королевств. С этого момента острова должны были добывать свой хлеб мирным трудом и торговлей. Однако на островах даже сотни лет спустя осталось немало людей, вздыхающих об утрате старых обычаев и былого могущества. Когда-то острова властвовали над всем западным побережьем континента, включая даже Старомест и Арбор. Даган Грейджой в начале третьего века после завывания Эггена поднял восстание, вернувшись к Старому Закону и начав грабить берега Вестероса. Но Таргариены подавили этот мятеж. 80 лет спустя, когда Таргариены уже были свергнуты, Бейлон Грейджой последовал примеру своего предка, но и восстание Бейлона Грейджоя было подавлено. Родрик Харлоу считал, что попытки вернуться к Старому Закону бессмысленны. Старый Закон хорошо служил нам, пока мы были маленьким королевством среди многих других, но завывание Эггена положило всему конец. Старый Закон умер вместе с Черным Харином и его сыновьями. Того же мнения придерживался Бейлор Блэктайт. Один из основных принципов Старого Закона – платить железом, платить железную цену. В узком смысле он означает, что мужчина должен добывать богатство исключительно войной и разбоем. Носить украшения, купленные за золото, а не снятые с убитых врагов – удел женщин. Более широкий смысл включает в себя битву и смерть вообще. Об осужденном на смерть тоже говорят, что он платит железную цену. Старый Закон предписывает воинам сражаться в ближнем бою, лицом к лицу с противником, стрелять издали из лука, использовать катапульты и военные машины, брать замки измором – неприлично и недостойно воина. Во время набегов островитяне нередко брали пленников. Мужчины делают невольниками траллами. В старое время железнорожденные не трудились на полях и в рудниках под землей. Это делали только привезенные с континента крепостные. Женщины становились морскими женами, то есть наложницами. Продавать и покупать невольников за золото нельзя, а их дети становятся свободными людьми, посвященными утонувшему богу. Морская жена – это наложница в культуре железнорожденных. Во время каждого налета захватываются женщины, миловидные девушки и еще не успевшие расцвести девочки. Пожилых девиц иногда забирают капитаны, которым нужны посудомойки, кухарки, швеи, ткачихи, повивальные бабки и все в таком духе. Большинство оканчивают свои дни на островах в качестве служанок, шлюх, домашней прислуги или жен другим невольникам. Однако самые крепкие и привлекательные обычно становятся морскими женами пленивших их налетчиков. Как и траллы, они занимают низкий статус в обществе железнорожденных, однако не считаются шлюхами или рабынями. На Железных островах мужчина имеет право взять себе одну каменную жену, и пока она не умрет, он не сможет жениться на другой женщине. И неограниченное количество морских жен, и чем их больше, тем мужественнее, сильнее и богаче он считается. Соленые свадьбы, как и каменные, обычно совершаются жрецами утонувшего бога, хотя эти обряды значительно менее торжественные, чем бракосочетание мужчины с его каменной женой. Однако они практически исчезли со времен завывания, так как Эйган-дракон сделал похищение женщин преступлением повсюду в Семи Королевствах. Дети, рожденные в подобном союзе, считаются законорожденными. Соленые сыновья даже могут наследовать отцу, если каменная жена не оставила мужу законного сына. В ходе повествования историй Грейджоев будет упоминаться Вече. Вече Королей – это древняя церемония, проводимая капитанами Железных островов для выбора короля на морском троне. По традиции, выборы проводятся на острове Старый Вик, в месте, называемом Холм Наги, где в древние времена находился дворец легендарного Серого Короля. К моменту событий, описываемых в саге, обычай собирать Вече для выборов нового короля был практически забыт островитянами. Согласно разным источникам, последний раз Вече собиралось две или четыре тысячи лет назад. Традиция проводить Вече для выборов короля при спорных моментах наследования уходит своими корнями в глубокую древность Железных островов. Каждый железнорожденный капитан, командующий собственным кораблем, имел право голоса на Вече, независимо от его происхождения и родовитости. Также, любой капитан мог выставить свою кандидатуру на Вече. Кандидаты один за другим выходили на вершину Холма Наги вместе со своими поборниками и объявляли Вечу свою предвыборную программу. После чего предъявляли капитанам свои дары. Любой капитан мог подойти и взять себе приглянувшееся имущество из даров, тем самым выразив свое одобрение программы кандидата. Далее Вече голосовала в пользу кандидата одобрительными выкриками. Кандидат, набравший большее число голосов, провозглашался королем Железных островов. А один из наиболее авторитетных жрецов утонувшего бога короновал его короной из плавника. Король, избранный на Вече, признавался легитимным правителем Железных островов. Единственный раз в истории Железнорожденных выбор, сделанный на Вече, был объявлен неправомощным. После смерти одного из старинных королей, его сын созвал Вече в надежде заручиться поддержкой капитанов и опередить в наследовании своего брата Торгана, который в тот момент был за пределами островов. Однако Вече избрала другого претендента, Урагона Гудбразера, который первым делом предал смерти всю родню прежнего короля. Когда двумя годами позже Торган вернулся из затянувшегося плавания, жрецы и капитаны Железных островов, недовольные жестокостью и кровожадностью Урагона, отменили результаты Вече и объявили новым королем Торгана, получившего прозвище Запоздалый. В старину Вече избирала таких легендарных королей Железных островов, как Урос Железноногий, Сайлас Плосконосый, Харраг Хоар и Старый Кракен. Последняя известная Вече Века Героев закончилась кровавой резнёй, когда Урон Грей Айрон приказал своим воинам перебить всех прочих кандидатов и их сторонников, после чего короновал сам себя короной сплавника, основав династию Грей Айронов, правившую островами до самого прихода Андалов. Трон правителя Железнорождённых называется Морским. Морской трон располагается на помосте в главном зале Большого замка на Пайке. Он сделан из цельного куска камня чернильно-чёрного цвета и исполнен в виде гигантского кракена. Древние легенды гласят, что трон был найден ещё первыми людьми на Старом Вике во время заселения ими Железных островов. Железнорождённые верят, что сам утонувший бог даровал им его. После небольшого отклонения в тематику традиций Железнорождённых, переходим к основной теме ролика – История Дома Грейджоев. Грейджои, как и некоторые другие роды Железных островов, возводят свой род к Серому королю, легендарному правителю века героев. Легенды утверждают, что Серый король правил не только островами, но и самим морем, и даже был женат на русалке. В позднейшие эпохи островитяне выбирали себе Железных королей на Вече. Среди этих выборных монархов были и представители Дома Грейджоев. Как, например, Теон Третий Грейджой, безуспешно попытавшийся покарать Старомест после того, как Хайтауэры перестали платить ему дань. Бейлан Пятый Грейджой по прозвищу Холодный Ветер разгромил малосильный флот Короля Севера. По общему счету, лишь Грейайроны и Гудбразеры дали в истории Железных островов больше выборных королей, чем Грейджои. Во времена вторжения андалов на острова, Грейджои участвовали в свержании династии Грейайронов, которые к тому времени уже больше тысячи лет правили островами, передавая корону по наследству. Грейджои объединились с Орквудами, Драмами, Хуарами и андальскими вождями, одолев последнего Железного короля, Рагнара II Грейайрона. Династия Хааров на века воцарилась над Железными островами, пока последний из Хааров, Харин Черный, не был сожжен в замке Харин Холл драконом Эйгона Завоевателя. Спустя два года Эйгон вторгся на сами острова, убив самозванного короля Куарана Волмарка. Эйгон собрал всех оставшихся лордов Железных островов и велел им выбрать себе Верховного Лорда. Они выбрали Вика на Грейджоя Спайка, прославленного капитана с хорошей родословной. Викан Грейджой и его сын Горен Грейджой верно служили Таргариеном. Они боролись с восстаниями против новой власти и не давали Железнорожденным пираствовать у Восторосских берегов. При Викане на островах вновь появились септоны, проповедующие святую веру. Но Горен в 37-м году от завоевания Эйгона, казнив лжа Лодоса, выпросил у короля разрешение выгнать септонов с островов. Железные острова оставались относительно мирным регионом в течение ста лет, пока к власти не пришел Дальтон Грейджой по прозвищу Красный Кракен, серепый пират и большой поклонник Старого Закона. Дальтон предугадал начало Танца Драконов, Гражданской войны на материке, в которой поддержал Рениру Таргариен, больше из прагматических соображений. Он разбойничал в Западных морях даже после конца войны, пока его не убила одна из любовниц. Хотя и последующие лорды-жнецы из Дома Грейджоев не отличались особой верностью, никто из них не представлял существенной угрозой для Железного Трона или Семи Королевств. Лишь Даган Грейджой во времена Эйриса Первого Книжника попытался восстановить Старый Закон и грабить соседей, но был разбит. У Квеллона Грейджоя, властителя Железных островов, было девять сыновей. Харлан, Квентон и Доннелл родились от первой жены Стонтри. Бейлан, Эурон, Викторион, Уриган и Эйрон от второй из рода Сандерли Солклифа. В третий раз лорд Квеллон женился на девице с зеленых земель, которая родила ему больного и слабоумного сына по имени Робин, о котором забыли. До начала саги дожили только четверо. Квентон и Доннелл умерли во младенчестве, а Харлона забрала серая хворь. В 14 лет Уриган потерял пальцы одной руки, срезанные брошенным Эйроном топориком. Его мачеха отдала пасынка мастеру, но мальчик по его вине умер. После восстания Роберта Бейлан Грейджой поднял мятеж, однако он был подавлен. Родрик и Маррен, старшие сыновья Бейлана, пали, а младший, 10-летний Теон, увезен в качестве заложника на север. При отце росла только дочь Аша, и только ее, Бейлан, считал своей наследницей, полагая, что Теон, изнеженный воспитанием Старка, не годится в качестве наследника. Бейлан Грейджой умер после того, как назвал себя королем. Младший брат Бейлана, Эурон Вороний Глаз, после инцидента с женой Викториона, был изгнан, а сам Викториона стал командовать флотом. Самый младший из сыновей Квалона Грейджоя, Эйрон Макроголовый, после того, как едва не утонул, стал жрецом утонувшего бога. На данный момент, согласно книгам, новым королем, после скоропостижной смерти Бейлана Грейджоя, на собрании избирается Эурон Вороний Глаз. Он одерживает верх над многими претендентами, в том числе над младшим братом Викторионом и племянницей Ашей. Эйрон планирует жениться на Дейенерис и отправляет Викториона за ней, однако, судя по всему, в планы Викториона не входит довести мать драконов до брата. Что касается Аши, то согласно спойлерным главам, она находится в плену Станиса. Ее брат Теон находится в Дредфорде, куда был помещен схватившим его Рамси Болтоном. От пыток он обезумел. После побега от Болтонов, с помощью мансера-сбойника и его копеносец, он попадает в лагерь Станиса. И на этом моменте человек заканчивает свой рассказ. Если вам было интересно, поддержите ролик, поставив большой палец вверх. Также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и вступайте в группу канала во Вконтакте. Спасибо за просмотр, всем пока!